Добрый вечер! Я хочу вам рассказать об одном своем путешествии. Я... Многие сегодня рассказывают друг другу впечатления, когда поездят по Европе, по Африке, по экзотическим странам. А у меня было очень интересное путешествие по России недавно. Я своим родителям особенно благодарен за то, что они приучили меня читать книги. Вот сама была очень хорошая библиотека. А когда мне было 18 лет, и мои друзья поехали в Крым, он мне говорит, а хочешь интереснее жизнь прожить? Я говорю, ну конечно хочу. Поезжай-ка ты на Курильские острова работать в ботаническую экспедицию. И я устроился в ботаническую экспедицию в 69-м году. Я работал, как в то время называли, разнорабочим. Должен был... Разнорабочим. Должен... Ну, по-нашенски бомжом, короче. Вот так вот скажем. Должен был наловить рыбу, поставить палатки для экспедиции. Я не был на Курилах 42 года. И я решил начать свое путешествие с Курильских островов, причем с самого южного острова, который как раз считается спорным в мире, с Кунашира. Ну, что вам сказать? Я 42 года не был на Курильских островах. Ничего не изменилось, правильно вы сказали. Ну, в первую очередь, в смысле природы ничего не изменилось. А... Ну, я получил заряд бодрости. Во-первых, там люди живут по-другому. Все-таки Москва — это не Россия. Нельзя по Москве судить Россию. Там совсем другая жизнь. Во-первых, все браконьеры. В самом лучшем смысле этого слова. И живут они волей. Вот там есть воля. Вот это слово, непереводимое даже на английский язык. Когда Федя Протасов говорит «воля» на сцене, по-английски это нельзя перевести, потому что все равно переводишь, получается, «свобода». Свобода — это юридическое понятие. Воля — это то, что в душе человека. Нет решеток на окнах. Двери не запираются. Вдоль дорог стоят девчонки, чтобы их подвезли. И это... И это не девушки с заниженной планкой социальной ответственности. Кто не понял, не проститутки, понимаете? Их подвозят водители и не берут с них денег. Я одному водителю, там, кто меня подвез, дал денег, он говорит «ты давай суй деньги в Москве». Сказал он. Для них Москва — это оскорбление. Я понял, здесь москвичи сидят. Все, забрал свои слова обратно. Считайте, что я этого не говорил. Преступлений нет. Уборщица. Я даю ей деньги. Вот есть в России люди, которые живут так. Жизнь для денег. А есть, у которых деньги для жизни. И такие еще у нас есть. Вот в Европе таких уже мало. А у нас они живы. Я уборщице в гостинице в городе Южнекурильске даю деньги, уезжая. Она говорит «да нет, она как обожглась». Уборщица в гостинице. Я говорю «у меня все всегда брали во всех странах мира деньги». А это говорит «я не возьму». Я говорю «почему?» Она говорит «да мне и так хватает». Я говорю «чего-чего?» А ну повторите еще раз, я не ослышался. Она говорит «мне и так хватает». Уборщице хватает денег. А вот я знаю одного чиновника в мэрии московской. Ему не хватает денег. А еще больше его жене не хватает денег. А еще мне всегда интересно, кто придумывает название разным фирмам, салонам, компаниям. Ну как можно парикмахерскую назвать? В Москве есть парикмахерская, называется «каратель». А есть парикмахерская «кактус». Но все рекорды побила парикмахерская под названием «кузнец». «Кузнец». Почему? С какой стати? Ну кто-то прикололся из остроумцев и написал прямо на окне маркером «кузнец твоей прически». В одном подмосковном поселке японское кафе называется «накотика». А паштета название «милый котик». Вот как это расценивать? Весьма аппетитно. Ценник. Ценник в супермаркете. Как это можно объяснить? Бананы без косточек. Без каких косточек? Кто туда обычно натыкивает косточки? Кому пришло на ум назвать магазин мужского нижнего белья «зебра на веселе»? А лагерь детский в Крыму? Орлиный залет. Бабы от орла залетели, видимо. Причем стенгазета называется «Дети залета». Как вам это нравится? В кафе читаю. Мы обжариваем кофе прямо на ваших глазах. Садюги. А еще молодые, вот эти, о которых я говорил, менеджеры, они пишут без знаков припинания. Они же смс-ками общаются. Ну, что там кавычки лишних кнопкотыка два делать? Или заглавные буквы писать? Они так и пишут. Ценники, все пишут. Это гениально было написано. Только у нас вы можете получить кофе из Вены. Ну ладно, не все поняли. Хорошо. А крылья, продаются крылья для старого москвича? Ценник в магазине. Тоже без знаков припинания. Перчатки мужские. Козли на первый ссор. Эмираты. Берег, залива, теплая вода. Купаться раньше было здорово. Сейчас много танкеров ходят. В воде нефть. И на трех главных языках. Европейских. На английском, французском и немецком. Написано. На пляжах дорогих отелей. В воде нефть. Точка. Купаться запрещено. Точка. Пожалуйста, купайтесь в бассейне. И только по-русски. Только. Зацени. В воде нефть. Салфетки для стирания нефти находятся у спасателей. Вот непобедимый народец. Покойно. Письмо. Встретил вчера одноклассницу блондинку с мужем. Сто лет не виделись. А у нее живот месяцев на семь. Радостно так спрашивает. Ну, кто? Она потупила глаза. Кивает на мужа. Он. Я некоторые пропускаю в конце. Потому что, если я вот это вам прочитаю, все. Дальше только домой вас отпускать. Женщина меня остановила на улице, за рукав. Я не люблю, когда меня хватает за рукав на улице и говорит, ой, первый раз вас живым видим. А тут я и простил. Она говорит, ехала я в троллейбусе. И передо мной сидят дети. Очевидно, двое детишек. Потому что за сидением, за спинкой, видно только шепочки и пумпунчики. А перед ними сидит пьяный, податый русский мужик, который из себя задорно корчит. Вот задорно вправо, образования у вас нет. Я из Хабаровска. Вы знаете, где Хабаровск? Ее молчат. А говорят, вы не знаете, где Хабаровск. Ну и дурнее. А кто такой Хабаровск? И истории вы не знаете. Вы, негодяй там, невеже. Она говорит, я выхожу, смотрю, это два вьетнамца сидят. Мне прислали инструкцию, как, кому это надо? Как пенсионер должен вставать с постели. Я семь лет на пенсии. Я не знал, что я так должен. Я попробовал. Я потом душ принимал. Я вспотел. Прежде всего, аккуратно откиньте одеяло так, чтобы оно не нанесло вам травму. Кто это сочиняет? Не оскудеет России идиотами. Дальше. Повернитесь спиной и ладонями обеих рук, упритесь, а постель у бедер. Приподнимите прямые ноги и сгруппируйтесь. Я реально вспотел, когда я пытался это сделать. Потом выкиньте из постели правую ногу. Выкиньте. Нормально. Потом левый. Я что, с Чикатило там спал, что он выкинуть? Одна женщина мне написала, как она тест в гламурном журнале. В гламурных журналах есть такие вещи, вот эти для гламурняшек наших. Ой, пирсинг пупка, это ладно. Мне одна, пожалуй, сделала пирсинг пупка, пошла в речку купаться, щуку поймала. Но им кажется, что вот запирсинговал, тату сделал, и это круто. И там чего только нет. Там есть обертывание мочой красноухой макаки. Есть вот эта процедура в салонах красоты. Рыбки золотые жрут волосы на ногах. Вы опускаете ноги в аквариум, они говорят, что с чапкой. Наших не пускают во Франции в эти салоны. Они прямо в туфлях лезут туда. По всей России идет борьба. Борьба тех, для кого деньги для жизни, и тех, у кого жизнь для денег. Вот даже в Бурятии, в таком буддистском крае, и тотаргаши начали орудовать. Я живу в гостинице, Байкал Плаза называется. Что это такое? Это Байкал заасфальтировали, что ли? Пивной бар называется Шамбала. Как вам это нравится? Я, мол, Дашеву послал фотографию. Чего ты ищешь Шамбалу? Вон, пожалуйста. Пивбар в Бурятии. Но добила меня пачка пельменей. Значит, помните, да, Задоровичу рекомендовал? Пачка пельменей. Супер. Называется «Буддийский край». Вторая жизнь телят. Я у одного буддиста спросил, это какой грех надо теленку совершить в прошлой жизни, чтобы его реинкарнация произошла в пельмень? Я вам скажу, я просто жду, когда придут наши правители, которые поймут, что сначала для оживления России надо субботник в стране провести, убрать всю грязь, которая по лесам, по полям. Потом скажут, надо сделать все, чтобы тайга не горела, потому что если тайга сгорит, вообще жизнь на земле прекратится. Которые скажут, что деньги, заработанные большим предприятием каким-то, надо делить в обратных пропорциях. Акционерам 20%, а остальные тем, кто создал продукт. Но этого никто не говорит. Дают деньги на поддержку производством сегодня. Банкирам. И потом удивляются, куда эти деньги делись. А у меня вопрос. Вы верили, что деньги дойдут до производства, давая банкирам? Боже мой. У банкира, если в руке деньги, отнять может только хирург под наркозом. Если мне идти в разведку и сказать, с банкиром или с бомжом, я скажу, я с бомжом пойду. Вы что? А мне скажут, нет с банкиром. Я скажу банкиру, иди вперед. У банкира нет родины. У него где прибыль, там и родина. Неужели наши не понимают этого? И вот действительно путешествия на разные размышления наталкивают. Сидишь в тайге, смотришь на весь этот мусор. Банки от Фанты, от Пепси-колы, бутылки, полиэтиленовые пакеты. И вот думаешь, вот все это пришло с Запада. Ведь в советское время этой грязи в лесах не было. И дальше я думаю, а интересно, а что мы получили в результате того, что решили стать цивилизованными и подражать Западу? Смотрите, порнографии не было у нас. Наркотиков не было. Вдоль дорог девушки, вот эти, не стояли с заниженной планкой социальной ответственности. Проститутки. Объясняю. Казино не было, ночных клубов не было, во дворцах спорта спортом занимались, игровых автоматов не было. Интим-салонов не было. С резиновыми бабами. Я вообще не понимаю, кому это надо. Любить резиновую бабу, это все равно, что ромашку через калошу старую нюхать. Не, я это не делал. Я не... Вы не надо думать, что это я по опыту своему рассказываю. Мужская примета. Современная. Очень точная. Чем труднее становится девушку поднять, тем больше хочется ее бросить. Примета. Чем больше сила притяжения к холодильнику, тем больше массы туловищ. Самая плохая современная примета. Оказавшись ночью в незнакомом районе, подсвечивать себе дорогу айфоном. Объявление в газете. Городской парень, у которого этим летом в деревне Ольховка хулиганы отняли айфон 5С. Отзовись, нам нужна зарядка. Ну, это так, проходящая фраза пешехода, который перешел дорогу не в том месте, водитель послал в то место. Вот это очень сложная фраза. Ну, она мне самому просто нравится. Я, если не предупреждаю, что она сложная, мало кто отзывается, а так больше людей реагирует. Мол, чё, дурак, предупредили же. Японский турист, японский турист в российском поезде, получив от проводницы мокрое полотенце, долго пытался ей объяснить, что он суши не заказывал. Мне, кстати, иногда кажется, что китайцы и японцы позаимствовали русский мат. Причём китайцы для фамилии, японцы для названия суши. А знаете вы, что самая неполиткорректная игра в мире американский бильярд? Белый гоняет цветных. А знаете ли, что в цивилизованных странах оппозиция и власть меняются местами, а в России нарами. В Европе объявился еврейский Робин Гуд. Иврей Робин Гуд, короче. Подождите, это не всё. Он отнимает деньги у богатых и отдаёт бедным. Под проценты. А посложнее, как задачка у вас сейчас будет. А знаете ли вы, что шорты, шорты – это брюки, принявшие иудаизм? Деваха-то звалась-то. А знаете ли вы, что не таким большим кажется расстояние между Землёй и Солнцем, как расстояние между диваном и забытым в другой комнате пультом от телевизора? Вот это все знают. А знаете ли вы, грустнячая фраза, знаете ли вы, что кавказские эмо? Уже хорошо. В качестве конспирации красят волосы на груди. А знаете ли вы, что в магазинах появилась суперновинка? Семечки – двойной кайф. Неочищенные семечки в упаковках из пупырчатого полиэтилена. Да и чпок-чпок-чпок. Счастье! Счастье со слезами на глазах. Кот ел сворону со стола сосиску в горчицу. Сомалийские пираты захватили танкер с алкогольными напитками и вот уже месяц не могут выдвинуть в разумительные требования. Футбольный скандал в Испании. Арбитр, показавший на поле красную карточку, только в больнице осознал, что зря пошел на кориду пьяным. А знаете ли вы, что Камасутра – единственная в мире книга, которая не потеряет смысл, если ее смотреть вверх тормашками? Почему-то вы больше отреагировали здесь. А здесь как-то нормально так, мол, да, вот соглашаются просто. Кстати, знаете, что Камасутра дошла до нас в урезанном виде? Да, там была еще одна фраза в конце. Там было написано «Не пытайтесь повторить». Российским автослесарям часто снится кошмар. Вот, а приходят они в поликлинику с больным зубом, а врач говорит «О-о-о, да вам тут надо всю челюсть менять». Ну, нет худа без добра, у них свои плюсы, у нас свои. Зато мы сохранили образное мышление. Образному мышлению цифровое усвоить легко. А вот им уже образное не понять. Поэтому у них, например, как к любимым обращаются? Два слова. Все. Дорогая и ханы медовая. Все. Воображалки нет. Наш человек не обойдется двумя словами. Дорогая медовая – это ладно. И замечательная, и восхитительная, и любимая, и милая, и ненаглядная, то есть, чтобы вообще и глаза не глядели. И офигенная ты моя. Ласково, причем может сказать. Один своей жене говорил, ты моя максимальная. Он, видимо, вес имел в виду. Он ее вообще назвал не половинка, а ты мои три четверти. Ну, по весу. Только наши могут называть представителем ласково свою половинку представителями флоры, фауны, хризантемка, георгинка, незабудка, глазка ты моя, нютина, одна причем. Одуванчик ты мой облетевший, сырничок ты мой милый, рыбонька, цыпленочек, синичка. Один мой знакомый называл жену вороной. Ласково, ворона, ужас. Кто-то, лошадка ты моя, кто-то, лошадь Пржевальского. Это деревце ты мое, березка, рябинушка, березка ты моя кудрявая, корявая. Женщины-мужчин, пчелка, тот трудится когда. Хомячок, пенек ты мой обрубленный, кролик, ежик в тумане, баран, орел, козел. Пуфик ты мой, тумбочка ты моя, шифонер ты мой, крокодильчик ты мой. И все ласково, на Западе это невозможно, это какая фантазия. Сельдерей ты мой милый, пельмешек ты мой слипшийся, персик, яблочко. На Западе не будут называть продуктами милых. Ходдог ты мой милый, стардог ты мой ненаглядный. Один из англичан, женившись на русской, написал мне письмо, что он пока учил русский несколько лет, он был уверен, что старый козел это ласковое обращение русской жены к своему мужу. Еще один пример. У нас сохранилось аналоговое мышление, а у них цифровое. Кстати, когда компьютеры перейдут на аналоговые формы, в компьютеры будет заложен язык общения, русский язык. Это новое поколение компьютеров. И тогда английскому придет кирдык, потому что там образности не хватает. Как дела? Fine. И все. И если вы ответите не fine, на вас косо будут смотреть. У нас тоже сейчас некоторые отцифровались уже. Как дела? Замечательно. А многие еще отвечают, как их дела. Ну это страшно, я вам должен сказать. Ой, ты знаешь, у меня сын пошел в школу, он украл скелеты и на себе органы показывает. Зачем мне все это надо знать? Наши на вопрос, как дела, отвечают так разнообразно, что это перевести на другой язык нельзя. Как твои дела? Он говорит, лучше всех, допустим. Вот это неприлично сказать в обществе на Западе. Или как дела? Как в сказке. Это как? Это не пером описать, не клавиатурой нащелкать. Наши фантазии потрясающие. Как дела? Как Саша Бела? Вот попробуйте перевести это. Как дела? Как у зебры? Это просто философия. Черная пара, сабелая. Как дела? Да пошел ты. Нормальный ответ. Никто на Западе так не ответит. А сразу понятно, не заладилась жизнь в последнее время. Конечно, им трудно учить наш язык. И американец мне снова, мой знакомый, задал вопрос. Объясни разницу между «ладно» и «ну ладно». Вот. А, вам уже смешно. А мне-то объяснять ему надо было? А вы попробуйте эту разницу объяснить. Их язык для передачи информации. Он точнее нашего передает информацию. А наш для выражения обуревающих чувств. Нас. Ладно, ну ладно. От интонации зависит. Я ему говорю, ладно, это да. Он говорит, а ну ладно, каким я себя придурком почувствовал, когда я ему объяснял, что такое «ну ладно». Я говорю, ну ладно, это не совсем да. Но я добился своего. Наши люди начали над ними, наконец-то, смеяться. Мой знакомый вез американцев по дороге из Шереметьево и превышал скорость. А у них язык точный и мышление точное. Написано 100 километров в час. А он идет 120. Они уже смотрят на него с подозрением. А еще их обгоняют джипы, как будто они вообще на месте стоят. Но у нас язык эмоциональный и жизнь эмоциональная. Вообще никто не смотрит на эти знаки. А американцы смотрят. Они спрашивают у водителя, для кого эти знаки? Готовы? Готовы? А он говорит, 100 километров для велосипедистов. А это ребята написали мне с Алтая. Поехали праздновать пикник. Поехали на пикник. В жигулях у них была еда. Они забыли закрыть двери задней жигулей. Сами пошли разводить костер туда немножко подальше. А в это время подошла к жигулям корова. Почувствовала, что там еда. Просунула голову и стала есть. Вот там в жигулях внутри. А эти выпили пивка уже. Смотрят. Один говорит, смотри, корова наша ест. Один говорит, сейчас я ей дам. И дал. Разбежался и пендаля. Нормально, да? Эта страна не может жить хорошо. Беспределенно. А корова, знаете, как делает, когда ей пендаля дают? Вот так. Бум! И рогами в крышу. Только наши могут пытаться вытолкнуть корову, толкая ее сзади. Ой, это бесконечно я могу рассказывать. Вот тоже. Только наши могли догадаться. Администрации северного города, северного города за то, что эта администрация разрешила купить им так называемую «довальческую нефть», сделать эксклюзивный, необычный, небанальный подарок. Они подарили этой администрации двух бегемотов. Северному городу. Вольера нет. Пока строили вольер, опустили бегемотов в местную речку, вонючку. Огородили сетями. Сетями. Это не планктон, это бегемоты. Бегемоты прорвали сети и поплыли, как им показалось, в Африку. А два мужика пошли на рыбалку. Вот. Задремали с удочками. Они же выпили, иначе что, на рыбалку ходить? С удочками задремали. У одного клюнуло. Он только один глаз успел открыть. Второй заклинило навечно. Когда он увидел раскрытую пасть бегемоты, вот эту паровозную топку, вот эту вот, и крючочек вот тут зацепил, он, не предупредив второго, сел на велосипед и погреб педалями в деревню. Но когда клюнуло у второго, он обогнал первого без велосипеда. Ни один японец при всех своих микросхемах не догадается засадить жутёк в электрический счётчик. Причём так, что ему государство будет приплачивать в конце месяца. Я по телевизору передачу видел, их дети в школах никогда не списывают. Знаете почему? Не знают, что можно списывать. Недоразвитые с детства. Они такими и вырастают. Это особенно видно, потому как они себя ведут у нас. Недоразвитые. Я двух японцев видел в нашей гостинице. Они кран водопродный открыли, а вода не течёт. Они стоят, хохочут. Не знают, как устроено. На каких микросхемах руки подносить начали. Думали фотоэлементы. Сейчас. Один даже фамилию назвал. Думал, на звук работает. Ямамото из Нагасаки. Тупые, тупые. Закрыли, потекло. Ещё одного японца видел в аэропорту, в зале ожидания. Видит? Телевизор под потолком висит. А к телевизору длинная швабра подвешена на верёчке. Сколько ему не объясняли, он так и не понял, что это дистанционное управление. Они тупые. Ни одна француженка не догадается раскатывать тесто пивной жигулёвской бутылкой. Или комаров перед сном засасывать пылесосом. Вы точно этим всем занимаетесь по вашей реакции. А чтобы появились ныне модные веснушки, загорать ранней весной на балконе с дуршлаком на лице. Они тупые. Я одному немцу подарил наши счёты, он думал, массажёр для спины. Но самое убедительное доказательство нашей сообразительности и ума это наше оружие. Мы. Мы изобрели оружие самой разрушающей силы в мире. Аврора. Один раз бабахнула о разрухе на 75 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне хотелось закончить вполне серьёзно, потому что начинался наш вечер серьёзно. И после совершеннейшего хулиганства хочется сказать какие-то действительно серьёзные, важные слова. Вы на время смотрели? Помните, я говорил о выносливости нашего человека, диафрагмы, да? Вы ухахатывались, не переставая над собой. И мне кажется, это замечательно, что только умному и сильному человеку, может, он даже не сознаёт это, но это сильный человек, который умеет смеяться над собой. А значит, надежда есть. Выживем, несмотря ни на коммунистов, ни на демократов. Горея, они все сизым огнём. Всего вам доброго. Наш концерт был заряжен.